моделирование известно давно модели зданий в том числе и исторических зданий всегда изготовляли для власть придержащих того чтобы показать как же будет выглядеть то или иное здание на самом деле после реализации и эту традицию архитекторы соблюдали очень долго долго делались модели из разных материалов в первую очередь из бумаги что не совсем отвечало требованиям сложно сделать криволинейной поверхности сложно выполнить нужную деталировку 3d моделирование это совершенно новый этап в изготовлении 3d моделей зданий они позволяют соблюсти геометрическую точность как нарисовали так получили а легко масштабировать то есть тиражировать модели при необходимости в разных масштабах а вот вопрос для чего сегодня не только для того чтобы увидеть отдельно ставящее здание сейчас крайне актуальным в облике городов стало выстраивание его архитектурного облика должна прослеживаться определенная стилистика соразмерность зданий для того чтобы придать облик городу вполне гармоничный более того с 1 сентября даже появляется контрольные функции муниципалитета с точки зрения согласования и контроля за оформлением фасадов соотношением объемов здания к сожалению когда выполняется проект отдельно стоящего здания он не позволяет сразу оценить а как же это здание будет соотноситься с окружающим так вот 3d моделирование когда мы делаем целый квартал например из моделей зданий позволяет эту проблему на наш взгляд вполне адекватно решить именно этим сейчас и занимается наши студенты архитекты еще один важный аспект который необходимо вспомнить в этой связи это формирование новосибирске зон архитектурно-градостроительных ограничений связанных в первую очередь с поддержанием архитектурного облика города в условиях сложившейся застройки это не означает что в этих зонах строить ничего нельзя но именно здесь придется обязательно учитывать уже сложившуюся застройку этажность объем цветовые решения и на мой взгляд в этой связи как раз 3d моделирование позволит в наибольшей степени удовлетворить возможностям обсуждения с общественностью с властью города с заинтересованными в принципе застройщиками возможности вписывания каждого нового здания с его архитектурными решениями уже сложившийся городской ландшафт меня зовут рокер дарья я студентка 219 группы направления реконструкции реставрации архитектурного наследия в рамках дисциплины компьютерные технологии нам было дано задание воссоздать 3d модели центр города новосибирска здесь мы познакомились с новыми программами изучили принцип их работы а также как воплотить это жизнь данная технология 3d печати пластиком позволяет ускорить процесс обучения а именно в создании макетов они получаются более качественными детализированными реалистичными нежели в бумажном варианте и к тому же студенты получают возможность приблизиться к современным технологиям я меньшинства июля обучаю здесь 11 группе на направлении реконструкция реставрация архитектурного наследия я считаю что на нашем управлении 3d принтер позволяет нам воссоздать здание в его истинном облике так как мы учимся на реставрации это очень помогает нам так как при составлении модели мы изучаем детали здания также на модели можно воспроизвести утерянные детали в принципе воссоздать полную реконструкцию здания разрабатываются и реализуются программы направленные на формирование цифровых компетенций специалистов строительной отрасли севстринг предлагает дополнительное обучение в сфере технологии информационного моделирования в области формирования навыков прототипирования и 3d печати сегодня мы активно и используем в процессе обучения программные комплексы ведущих вендоров россии Isabел Борган 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 Продолжение следует...